здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я очень рада приветствовать вас на канале закоренел цветочник сегодня у нас очередной ролик посвященный пепперомии да да вы не ослышались вот это вот такое очень необычное растение суккулентного типа которая похожа на какой-то немножко бешеный кактус это пепперомия то есть это сорт который называется happy bean в переводе на русский это означает счастливый боб я его переводила как счастливый горошек но решил все-таки удостовериться зашла в яндекс-переводчиком него перевел как счастливый боб для тех кто представляет себе боб это растение которое очень очень быстро растет поэтому я думаю что он назван так не потому что быстро растет и не потому что она ли она а из-за формы листьев посмотрите каждый листик напоминает по своей структуре по своей форме созревший стручок но я бы все-таки сказала горошка но наверное у садовника идет ассоциация с бобом может быть он имел ввиду вообще все бобовые но согласитесь так и хочется ковырнуть и ожидая что там внутри спелые горошинки но это не так растение суккулентная кустарниковая растет кустиком хочу вам сейчас показать способ каким образом она вообще становится более более пышным вот посмотрите видите над листом у нас появляется такой вот маленький еще побег за счет этого увеличивается кустистость и вот здесь вот был когда-то листик я так подозреваю вот на этом месте у нас новый новый побег вот здесь тоже на макушечке видно такие вот побеги и он получается таким пышным пышным кустиком потому что если его внимательно смотреть у него на протяжении всего ствола вот такие маленькие побеги растение достаточно компактная честно не видела большего размера то есть он все время приходит вот в таком размере то у нас 10 на 15 но я думаю что сантиметров до 20 в рост он все-таки вырастет что мы делаем вот с такой замечательной пепперомии ну во первых не вскрываем листья в поисках горошков их там точно нет корневая система у нас не показывается даже сквозь отверстие поэтому пересадка ему не требуется сразу если вам не охота возиться можете поставить в кашпо если вы хотите пересадить можете взять точно такой же горшок либо чуть-чуть на сантиметр большего диаметра поскольку корневую систему мы если начнем плодить у нас станет мельчать верхушечная часть ставим его на место где у нас много много света но все-таки не прямые солнечные лучи поскольку растения светло-салатовая окраска листьев могут появиться ожоги будут в коричневых некрасивых пятнах так как пепперомии они все-таки близки очень к суккулентам то если у вас отвалился листик втыкаете у вас появляется новая пепперомия можете и черенковать то есть срезать макушечку посадить укоренить она будет расти землю мы используем либо для декоративно-лиственных либо универсальный грунт это не имеет значения в принципе можно даже попробовать посадить но вот данный конкретный сорт однозначно можно пробовать сажать в грунт для кактусов и суккулентов но я бы все-таки сажала в универсальный поскольку там побольше питательных веществ это не совсем ярко выраженный суккулент очень аккуратно с поливом то есть пепперомии для них убителен залив поэтому поливайте умеренно раз в неделю давай высыхать между поливами земляному кому опрыскивание не требуется но так как листики такие сочные вообще на потрясающе просто очень интересный экземпляр то все-таки регулярная душ ей будет приятен потому что объем листа большой и пыль скапливается поэтому если вы раз в полгода будете ее теплым душиком вместо полива плевать и он заодно будет напитываться земляной ком ей в принципе это будет только на пользу извредители я так подозреваю что скорее всего это мучнистый червец потому что чем сочнее растение тем она вызывает у него больше аппетит но помним если вы своевременно поливаете растение располагаете его в достаточно освещенном месте говорите ему какой он у вас счастливый горошек что он приносит вам радость счастье я думаю что заболеть она не должно поскольку у него будет крепкий иммунитет хорошее настроение а это стопроцентная гарантия здоровья итак друзья надеюсь я показала вам очень интересный вид пепперомии может быть у кого-то она есть и вы поделитесь с нами секретами которые вы обнаружили в процессе роста но не могу напоследок не показать все таки вот эти вот молодые побеги видите такими кустиками они сразу растут из нескольких листиков и растут вот прям по кругу вот раз два вот здесь вот три над ним четыре вот тут вот малышка еще лезет и вот видите над каждым листик вот эти вот молодые поросли и побеги то есть растение в принципе очаровательное прекрасно очень живучие и с такой какой-то жаждой жизни поэтому если у вас плохое настроение вдруг по весне купите себе этого красавчика я думаю что настроение хорошее вам обеспечено потому что в любое время года вы будете вспоминать что рано или поздно будет лето будет урожай и будет вкусный свежий зеленый горошек спасибо что досмотрели это видео до конца и надеюсь до новых встреч